Антон Кучухидзе, политолог-международник, сооснователь аналитического центра Объединенная Украина. Прямо сейчас с нами на связи. Антон, здравствуйте. Приветствую вас. Конечно, мы также обсудим и ожидания от этого саммита, который пройдет с 9 по 12 июля в Вашингтоне. Но прежде всего хотелось бы, конечно же, заострить внимание на военной помощи. Собственно, о том, что сейчас нам известно, конечно же, еще много, наверное, по ходу еще обсуждается. И, в принципе, на выходе мы будем иметь более конкретный и больше, возможно, по объемах военной помощи после саммита. Но уже из того, что известно. О чем это говорит? Собственно, какие политические сигналы от Альянса, да, собственно, и от Вашингтона в первую очередь. Это помощь столько, сколько потребуется. Или эта помощь направлена на победу Украины? Ну и, конечно же, стоит ли ожидать таких сюрпризов, как разрешение дальнобойным оружием, американским битья по военным целям на территории Российской Федерации? Потому что там были определенные условия, да, если будет новый фронт открыт и так далее. Но, тем не менее, возможно, и без никаких условий будет такое принято решение. Как вы видите? Я думаю, что пока что рано говорить о том, что 40 миллиардов – это финальная цифра. Объясню, почему. Еще несколько месяцев назад господин Столтенберг сделал заявление о том, что НАТО планирует выделить Украине 100 миллиардов долларов. То есть теперь есть инсайд про 40 миллиардов. Потом обратите внимание на риторику президента Украины. Что он говорит, что по членству Украины в НАТО с точки зрения принятого решения все понятно, да, Украина не будет, скажем так, слепо верить в то, что на данный момент невозможно. Но на гарантии членства президент Украины, украинская дипломатия, конечно же, настаивает. И финальных инсайдов сейчас быть не может. Если мы вспомним по аналогии с Вильнюсским саммитом, то тогда вы помните, насколько был активен и сам президент Украины, и вся украинская дипломатия, все ответственные должностные лица. И вы помните, что к Вильнюскому саммиту много инсайдов было за день-два, что формулировки не будет такой-такой. И тем не менее, Вильнюсский саммит вышел с позиции того, что Украина станет членом НАТО. Теперь нужны гарантии и прописать механизмы, по которым можно двигаться в данном направлении в особом ключе. То есть логика Украины очень простая. Если УЕС хватило духу начать переговоры о членстве как раз-таки Украины, государства, которое находится в активном состоянии войны, то что мешает НАТО это делать? Поэтому вот вам два вопроса. Первый – это финальная цифра помощи для Украины и финальный текст. Это будет еще дискутироваться, я думаю, еще за пять часов до саммита, а то и за два часа до саммита или публикации финальных решений. Мы уже имеем такой опыт с Вильнюсского саммита, поэтому я бы воспринимал все заявления про деньги, про программы, про формулировки на данном этапе как все-таки промежуточные, нежели финальные. Потому что вот смотрите, маленький пример. Еще один кейс. Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки представитель Госдепа сделал заявление о том, что на данный момент невозможно членство Украины в НАТО. Но в то же самое время есть позиция Лондона и есть государство, которое однозначно Лондон поддержит, что возможно начать хотя бы юридический процесс переговоров о вступлении. То есть там же у вступления несколько стадий. Это не значит, что если, например, вот даже если бы не было войны, вот, например, условно там на Вашингтонском саммите принято решение и сразу страна вступает. Нет, все равно это процедура, это время, согласование, документы и так далее. Вот Лондон, например, настаивает, что можно придумать юридический механизм исключительный для Украины, по которому можно было бы соответствующие процессы запустить. Я имею в виду процессы относительно членства Украины в НАТО. И как минимум у нас есть две позиции. И на самом деле Британия может собирать больше голосов в поддержку своей позиции в Европе непосредственно. Поэтому я и говорю, что будет борьба до последнего, потому что фактически получается, что НАТО разделено как минимум на три группы. То есть одна группа это во главе с США, потом идет меньший партнер Германия, потом еще партнер Польша, государства, которые больше к проамериканской позиции относительно расширения НАТО относятся. И Британия, которая имеет там пул государства Балтии, потом Испания, условно королевство, которое есть в Европе. Они очень часто идут во внешнеполитическом направлении Британии и так далее, которые говорят о том, что можно найти механизм, как прискорить процесс членства Украины в НАТО. И третья группа это, скажем так, третья группа страны, которые там не хотят заявлять публичную позицию или же готовы блокировать какое-то углубление отношений. Это, конечно же, Венгрия. Хотя вот буквально сегодня Министерство иностранных дел Украины сделало очень дипломатическое заявление, что готово к продуктивной работе и развитию диалога и сотрудничества с Венгрией в рамках того обмена мнений, который состоялся во время визита Орбана в Киев. То есть у Венгрии особая позиция, но с ними Украина тоже готова работать в этом вопросе. Вот такая, скажем, гамма позиций, которая есть внутри НАТО относительно членства или не членства Украины в НАТО. Соответственно, и по деньгам тоже будет торг, какая будет финальная сумма. Ну и касательно тоже ожиданий на саммите НАТО в Вашингтоне, Украине предложат конкретные пути к членству. Это будут шаги, которые смогут ускорить вступление Киева в альянс. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс. Он отметил, что в итоговой декларации будет утверждено, что Украина станет членом НАТО. Но конкретная формулировка еще согласовывается. Кроме прочего, страны планируют обсудить дальнейшую борьбу с российской агрессией и предоставление дополнительной военной помощи украинским военным. И здесь касательно согласования формулировок, гарантий этих для Украины. Это снова-таки будут торги со всеми членами НАТО. И опять-таки вы вспоминали о Венгрии. Здесь тоже будет, наверное, колоссальная борьба. Я думаю, что да. Как я уже ранее говорил, есть разные подходы внутри самого НАТО. Я думаю, что главный аргумент для тех стран, которые не хотят, скажем, обрисовать конкретные механизмы членства Украины в данный момент, это то, что они не хотят, например, раздражать расистов. Но, слушайте, их никто не раздражал до 24 февраля 2022 года. Несмотря на то, что расистская пропаганда рассказывала, что мы в пяти минутах от членства в НАТО, объективно Украина ни юридически, ни политически в пяти минутах от членства в НАТО не была. То есть, да, у нас есть норма в Конституции, да, курс страны не менялся с 2014 года по отношению к членству в ЕС и НАТО. Да, большинство населения поддерживает, больше 60% сегодня в Украине поддерживают как раз-таки членство в НАТО. Но это не означало, что у НАТО было принято какое-то позитивное решение. Но расисты подавали начало войны против нас под соусом того, что вот Украина вот-вот вступила бы. Поэтому те государства, которые так думают, они уже думают исторически медленно, исторически неправильно и исторически неадекватно. Потому что расистам с точки зрения сути вопроса на самом деле было все равно. Украина на пути вступления в НАТО или процесс стоит на паузе, или в каком состоянии вообще этот процесс находился в феврале 2022 года, они начали широкомасштабное вторжение, чтобы в целом поменять правила игры в регионе Восточной Европы. Ну и конечно же никто не забывает про ультиматум расистов в декабре 2021 года Белому дому о том, что границы НАТО должны быть в рамках 1997 года. Поэтому таким государством хотелось бы напомнить, что не в Украине дело, а в принципе расширение НАТО на восток расисты хотели переиграть. Поэтому нравится это кому-то или не нравится, но Украина с этими странами в одной лодке оказывается, как минимум. Я уже не говорю за весь альянс. Поэтому эти тезисы, даже вот у Венгрии это звучит, не усугублять конфликтность и так далее. Ну слушайте, Россия нарушила все возможные нормы международного права, которые можно было только придумать и которые только прописаны. Начиная там от нарушений норм обычаев и правил войны, заканчивая воровством людей, детей и так далее. То есть по всем направлениям, гуманитарный аспект, военный аспект, везде преступления против человечности. Куда еще дальше можно углубить, например, интенсивность войны со стороны расистов? Ну осталось только ядерное оружие. Поэтому риторика этих государств, она поэтому и лояльна к России, потому что аргументы они используют, немного неадекватные, несоответствующие реалиям. Украина не была в пяти минутах от членства НАТО, но против Украины начали широкомасштабное вторжение. И как-то вот эти страны, как я уже говорил, забывают про реальный ультиматум от расистов Вашингтона, что границы НАТО в рамках 97-го года. Вот у меня вопрос, например, к той же Венгрии или государствам, которые пытаются занимать их позицию, да? А готовы ли они вернуть границы НАТО к 97-му году? То есть не иметь натовский зонтик безопасности, не иметь натовский ядерный зонтик и так далее, и так далее. То есть все такие умные в Европе, все так думают про то, как не усугубить конфликт, да? Ну это, конечно, удобно, находясь под такой защитой глобальных игроков об этом думать. Поэтому немного акценты смещены, но они есть, к сожалению. И при проведении переговоров, конечно же, нужно учитывать эти моменты, как-то переубеждать и с помощью партнеров и так далее. Вот такая, скажем, картина всего процесса. Останет напомнить, да, также нашим зрителям о том, что изменения в Конституцию касательно членства Украины в НАТО были внесены еще в 2019 году, а война-то начиналась в 2014-м, когда Украина имела позаблоковый статус нейтрального государства, но, тем не менее, эта война никоим образом не остановила. Ну и вот касательно того, кто еще готовится к этому саммиту, и можно было бы ли скоперироваться, возможно, с нашими странами-соседями в том числе. Вот накануне саммита НАТО президент Польши созывает создание Совета национальной безопасности страны. Об этом Анджей Дуда объявил накануне. И встреча запланирована на понедельник. На ней обменяются мнениями и идеями относительно политических вопросов, которые будут обсуждаться на саммите Альянса. Как вы видите, какие главные идеи и предложения могут обсуждаться на этой встрече, учитывая и вспоминая, как Польша еще в прошлом году призывала разместить ядерное оружие США на своей территории. Точнее, они говорили о том, что готовы принять это ядерное оружие и разместить на своей территории. И, учитывая, что Польша соседствует с нашей страной, против которой ведет Российская Федерация агрессивную войну и на воздушное пространство, которое постоянно нарушает Российская Федерация своими ракетами, дронами и так далее. И, конечно же, учитывая соседство с Белоруссией, где уже размещено тактическое оружие ядерное Российской Федерации. И можно было бы, к примеру, договариваться вместе, скажем так, закрывать хотя бы небо с Польшей над западной частью Украины. Как вы считаете? Польша будет предпринимать какие-либо военно-политические действия, непосредственно, которые вы назвали, общий мониторинг неба, защита неба и так далее, только если у них будет данная договоренность как с Украиной, так и с Соединенными Штатами Америки. То есть вся логика военной помощи непосредственно Польши и вся их военная политика заключалась в том, что да, мы Украине готовы помочь, но усиливайте нас взаимно, потому что у нас в Беларуси проблема потенциальные риски с границей, плюс риски от Российской Федерации. Поэтому сначала или одновременно они продвигают всегда помощь и Украине, и себе. Это в виде обмена техники или увеличения контингента, неважно, но такова логика их политики, такова логика их национальных интересов, что есть нормальным. Поэтому есть еще один аспект, который вы подняли относительно членства, какая позиция может быть у Польши. Мы знаем, что они всегда поддерживали Украину на пути в НАТО, в ЕС, то есть сомнений нет, но есть некоторые детали. Вот смотрите, США уже объективно заявила свою позицию, что они считают членство пока что невозможным, думают над формулировками. И Польша, понимая, что основное оружие, основную помощь, основные контингенты или основное решение внутри НАТО относительно усиления Польши, они получат только при решительности США и согласии США, то они, конечно, тут могут играть в некую дипломатию. Чтобы получить больше помощи, они могут, скажем, говорить о каких-то механизмах углубления интеграции Украины в НАТО, а не прямолинейно заявлять, что вот просто здесь и сейчас реально все начать, как это делает Британия относительно членства Украины в НАТО. Поэтому они немножко на растяжке, им нужно реально закрыть свои вопросы безопасности. Это и самолеты, это и противовоздушная оборона, это и усиление контингента. Также не нужно забывать, кроме Беларуси, там еще угроза Искандеров, Калининградская область и так далее. То есть у Польши непростое пространство вокруг с точки зрения безопасности. И будут они решать вопрос поддержки Украины как раз таки в связке с поддержкой и усилением своих собственных сил. Это надо понимать и это есть нормальным процессом. Поэтому я говорю о том, что у них может быть дипломатически размытая позиция. Но если говорить с точки зрения сути вопроса, то военное усиление Польши нас, Украину, тоже устраивает. Чем они сильнее, тем лучше, тем больше возможностей в дальнейшем для совместного реагирования и так далее. Но относительно данного периода времени по совместному реагированию, мониторингу, защите неба, защите границ и так далее, пока что я не вижу финальных решений со стороны Польши, потому что они не видят финального ока от Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут будет приблизительно такая же логика, как было, если вы помните, с выделением 61 миллиарда долларов для Украины от Конгресса США. Вот Конгресс фактически проголосовал и через день-два вы сами видели в ленте новостей, сколько миллиардов долларов пошло от других государств на помощь Украине. Вот приблизительно такая же логика будет. Польша будет смотреть на Вашингтон, Вашингтон финально что-то скажет или финально обрисует концепцию возможного взаимного взаимодействия с Украиной относительно защиты неба или границы, и тогда, возможно, процесс начнется. Но пока нет такого финального решения. Да, ну а пока что остается Польша переживать каждый раз тяжелую ночь, как Министерство обороны их отчитывается, как прошли обстрелы Российской Федерации, направляя свои ракеты или дроны на западную часть Украины. Так у Польши тяжелая ночь, потому что они, свои истребители, вынуждены поднимать по этому поводу. Спасибо Вам, Антон, за Ваше время для нас. Напомню нашим зрителям Антон Кучухидзе, политолог и международник, сооснователь аналитического центра Объединенного Украины, был с нами на связи.